Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона ведущая Сергея Головна Антонова за режиссёрским пультом Ольга Степанова и Мария Новгородова. 1 июня в 60 странах мира отмечают как Международный день защиты детей. И это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на образование, на отдых, на защиту от физического и психического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда. Итак, сегодня мы говорим о мероприятиях десятилетия детства, об организации летнего отдыха подрастающего поколения, а также о том, какие конкурсы прошли накануне Международного дня защиты детей в городе Якутске. И гости нашей студии сегодня, прежде всего, заместитель председателя общественной палаты нашей республики, член общественной палаты Российской Федерации, директор Центра помощи «Берегиня» Лена Павловна Ефремова. Здравствуйте! Добрый день! И исполняющий обязанности заместителя министра по делам молодежи нашей республики и социальных коммуникаций, Надежда Вячеславовна Махначевская. Здравствуйте! Доброе утро! Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, давайте начнем с вопроса к Надежде Вячеславовне. Какая работа в нашей республике и вообще в целом по стране ведется по созданию благоприятных условий для гармоничного развития наших детей и подростков? Доброе утро, Сарглана! Доброе утро, дорогие радиослушатели, телезрители! Во-первых, от имени Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия разрешите поздравить всех наших деток с этим замечательным праздником, который празднуется в первый день лета, 1 июня, с Международным днем защиты детей. Желаем нашим деткам крепкого здоровья, благополучия, ну и, конечно же, ярких, незабываемых впечатлений во время летних каникул. Если рассказать о той работе, которая проводится, ну, защита детей и детства, конечно же, является одним из самых главных приоритетов нашего государства и нашей республики. Так, в 2017-2027 годы в Российской Федерации президентом России Владимиром Путиным объявлены десятилетием детства. И в рамках десятилетия детства проводится очень много мероприятий, и наша республика тоже к этим мероприятиям в первую очередь присоединена. В нашей республике утвержден план десятилетия детства Якутия, доброжелательное детство, где включены у нас более 100 мероприятий, которые работают по 8 разделам. Это здоровье, сбережение, это благополучие семьи с детьми, всестороннее развитие, обучение, воспитание детей, инфраструктура детства, всестороннее развитие и детей, оставшихся без попечения, родителей, координация реализации детства, ну и многие другие мероприятия. Какие вообще министерства и ведомства принимают участие в реализации плана основных мероприятий десятилетия детства? Да, план основных мероприятий десятилетия детства возглавляет заместитель председателя правительства Ольга Валерьевна Балабкина. Наше министерство, Министерство по делу молодежи и социальным коммуникациям является ответственным исполнителем государственной программы. И туда включены практически все органы исполнительной власти, которые курируют социальный блок, это и Министерство образования, это и Министерство труда, Министерство культуры, физической культуры и спорта, и Минстроительство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и так далее. То есть целый ряд министерств ведомств нашей республики? Весь план сам, план состоит из 26 членов, ну и конечно же это органы местного самоуправления, конечно же это общественная палата республики Саха-Якутия, наши общественные организации, активные граждане тоже являются исполнителями плана десятилетия детства в республике. Лена Павловна, вот интересно было бы узнать вообще, как общественная палата взаимодействует по реализации политики детства в нашей республике? Да, действительно, общественная палата республики Саха-Якутия одним из своих направлений является реализация государственной семейной политики и поддержка детства как такового. И общественная палата уже на протяжении многих лет во взаимодействии с нашим правительством в республике взяла за практику проведение гражданских форумов, посвященных непосредственно десятилетию детства. В 2019 году прошел форум «Женщины долины Туймада. Консолидация во имя детей», посвященный десятилетию детства. И в 2020 году прошел уже межрегиональный форум с участием регионов Дальнего Востока, нашей страны, который также был посвящен десятилетию детства за будущее России, современные вызовы и консолидации регионов. Мы считаем важным и основополагающим поддержку детства, так как мы понимаем, что дети – это наше будущее. И все, что мы делаем, мы делаем ради детей, ради того, чтобы детство детей было счастливым, чтобы оно было безопасным. И мы стремимся к тому, чтобы наши дети развивались, учитывая те современные вызовы, которые сейчас существуют. К сожалению, это и угрозы, которые существуют в современном мире, это цифровая трансформация, это пандемия и так далее. Но, тем не менее, мы считаем, что наш регион, республика Саха-Якутия, в этом направлении достаточно динамично развивается. То есть мы стараемся поддерживать детство во всех отношениях, в плане образования, в плане воспитания, в плане общего развития наших детей. Хорошо. Программа «Десятилетие детства», как мы знаем, содержит целый комплекс мероприятий, разбитых на определенные блоки, о которых нам сегодня уже рассказали. И среди них есть такой, как безопасность детей. Вот каковы его цели и задачи, и что здесь запланировано? Сегодня, вот 1 июня, день защиты детей. Детство, как таковое, оно нуждается в защите. Почему? Потому как дети, это на самом деле, ну, наверное, тот росток, который нужно оберегать для нашего будущего. И в условиях современности информационная безопасность носит определенные угрозы, но вместе с тем это, конечно, и благо в плане развития наших детей. И Общественная палата республики выступила инициаторами проведения круглого стола, буквально не так давно, посвященный информационной безопасности детей и родителей. И этот круглый стол состоялся на площадке Общественной палаты России, результатом которой стала выработка рекомендаций, которые на сегодняшний день уже направлены органами исполнительной власти нашей страны, Роскомнадзору. Всем тем органам, которые непосредственно отвечают за эту безопасность. И мы рады тому, что и руководство нашей страны, руководство нашей республики этому направлению на сегодняшний день действительно удивляет первостепенное значение. А Общественная палата, она является диалоговой площадкой между властью, обществом, бизнесом, НКО, наукой в том числе. То есть мы на своей площадке имеем возможность собрать представителей различных представителей, всех вышеназванных, для того, чтобы обсудить те проблемы, которые существуют, чтобы выработать пути решения. И для этого мы консолидируем общество. Ну, действительно, информационная безопасность наших детей очень важный вопрос, особенно вот во время, в наш век информационных технологий, когда, в принципе, интернет позволяет заходить на различные ресурсы, да, информационные. И действительно очень много и в WhatsApp бывает, что негативная информация распространяется. Действительно, какие шаги люди ведут в том, чтобы оградить их от таких, может быть, негативной информации, информации, которая может нести опасность для наших детей? Ну, я вам хочу рассказать о том, что вообще на площадке Общественной палаты России уже прошли ряд таких мероприятий различного формата. Это круглые столы и общественные обсуждения, где рассматривались вопросы информационной безопасности в целом, да. И у нас республика в этом плане, она конкретно, это город Якутск, уже последние годы, это детский подростковый центр, реализует непосредственно такое направление по информационной безопасности. О чем мы говорили на нашем круглом столе, поделились с регионами нашей страны. И заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Ивановна Евсикова очень подробно рассказала о проводимой работе именно на территории городского округа города Якутск. Поэтому мы считаем, что инициатива именно вышла, получается, от депутатов Якутской городской думы, от общественности, касаемо работающих именно в образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, от родительской общественности. Ну, например, прозвучали такие предложения. Ввести в курс изучения основы безопасности жизнедеятельности отдельный раздел, касаемый информационной безопасности. Разучали предложения о том, чтобы ввести курс именно касаемый кибербезопасности, о развитии волонтерства по информационной безопасности. И эти предложения мы сейчас уже можем услышать на площадке нашей страны, не только конкретного региона. То есть сейчас эти предложения, они уже будут реализованы в ближайшей перспективе, и Министерство просвещения уже взял это в работу. И мы надеемся, что в будущем, в этом направлении, работа будет усовершенствована, и наши дети будут иметь возможность, вместе с тем, что они осваивают какие-то новые возможности развития, они будут понимать, что существуют определенные угрозы, и будут понимать, как себя вести в тех или иных ситуациях. То есть опыт нашего региона был увиден, услышан и уже воспринят среди регионов. Я знаю, что 25 июня планируется проведение гражданского форума. Как идет к нему подготовка? Я знаю, что и вопросы детства, безопасности здесь тоже будут рассмотрены. Да, вот ежегодный гражданский форум мы проводим совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. И ежегодно тема, она определяется, исходя из того посыла, который нам делает глава республики. Например, один форум у нас был посвящен году консолидации. В этом году мы решили все-таки поддержать год здоровья, и поэтому определили название, касаемое именно здоровья. Здоровый якутиянин, здоровое общество. Под таким девизом мы будем проводить этот гражданский форум, и в рамках форума пройдут ряд дискуссионных площадок, где две площадки будут посвящены непосредственно политике семьи, детства. И все вот эти рассматриваемые вопросы мы будем выносить на широкую общественность. И пользуясь случаем, мы приглашаем общественные организации, представители широкой общественности, принять активное участие в обсуждении, так как форум будет проходить в формате онлайн. Хорошо, но дополнительные информации, ссылки, это все можно будет почерпнуть, наверное, на сайте общественной палаты. Да, я думаю, что Надежда Вячеславовна дополнит. Да, как Лена Павловна сказала, ежегодно мы совместно с общественной палатой Республики Саха-Якутия проводим гражданский форум. В этом году он запланирован на 25 июня. Вся информация будет и на сайте общественной палаты, и на сайте Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Мы это мероприятие также будем анонсировать, и в этом году специально для проведения гражданского форума будет разработан специальный сайт, на котором также будет вся информация. Хорошо, дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, и мы во втором блоке продолжим наш разговор о наших детях, а также об организации летнего отдыха. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о детях, об организации летнего отдыха в дни каникул, а также о конкурсах, которые были проведены в канун Международного дня защиты детей в городе Якутске. И наш собеседник, заместитель начальника управления образования окружной администрации города Якутска по воспитательной работе Егор Фанасьевич Хлопков. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, Егор Фанасьевич, два дня прозвенел общегородской последний звонок для наших учащихся. Каковы победы школьников? Мы можем ими гордиться? Вообще, как прошел этот год для наших детей? Ну, хочу сразу сказать, что год, конечно, прошел очень сложный такой, потому что у нас обучение было в смешанной форме, дистанционная, очная форма. Поэтому, ну, по сравнению с прошлым годом, конечно, и родители, и дети, и педагоги, они уже привыкли использовать различные технологии для обучения. Но все равно для психологии ребенка, в целом, конечно, это очень тяжело. Ну, в целом, сейчас уже у наших ребят, у кого-то уже начались экзамены, кому-то еще предстоят. Да, последние звонки уже прозвенели у нас. К сожалению, у нас в основном прошли они в онлайн-режиме. Вот, на прошлой неделе последний общегородской был участием главы города Евгения Николаевича Григорьева. Ну, сейчас уже для выпускников сдача государственных экзаменов впереди. А так, конечно, все контрольные работы у нас уже позади. Для начальных классов, для тех, кроме выпускных, уже с сегодняшнего дня каникулы. Долгожданные летние каникулы. Ну, действительно, 1 июня – это праздник, который любят и родители, и дети. Для детей это двойной праздник, потому что действительно начинаются каникулы, летний отдых. И вопрос, который, несомненно, волнует, я думаю, всех родителей. Когда начинается прием заявлений в муниципальные детские лагеря? Так, тут я хочу отметить, что по предложению главного санитарного врача по республике Саха-Якутия Маргариты Горовны Игнатьевой, именно городу Якутску предложено, значит, первый сезон июнь месяц провести в дистанционном режиме. Это касается летних дистанционных площадок, которые будут у нас работать в образовательных организациях, вместо наших традиционных дневных пришкольных лагерей, которые мы раньше всегда открывали. И дети очень ждали вот этого момента. К сожалению, с прошлого года у нас все это будет идти в дистанционном режиме. Так, это одно. Второе, значит, по решению Роспотребнадзора нам, городу Якутску, разрешено сейчас открыть загородные стационарные лагеря. Это наши пять лагерей, спутник, бинго, каландрашвили, радуга и родничок. Это наши пять объектов. Сейчас идет подготовительная работа для открытия. Конечно, в связи с пандемией и профилактикой коронавирусной инфекции требования, они очень ужесточились. Значит, условия открытия — это наполняемость до 75% от полной загруженности. Если, например, полная загруженность лагеря 200 человек, то, значит, мы набираем 75% вот этого количества. Это одно. И самое главное, мы должны открывать лагеря в режиме, в закрытом режиме. Ага, давайте объясним, что значит закрытый режим. Что значит закрытый режим. Для этого, значит, мы должны провести перед началом сезона, за три дня, значит, провести медицинское обследование всех работников. И они должны сдать анализы проба на ИХА, ИФА. Должно быть наличие вакцинированное. Дальше мы, значит, проводим одновременно для детей тоже медицинское обследование. И одновременное заселение и работников, и детей. То есть 21 день они будут в полной изоляции. То есть посещение родителями запрещено, да? Да, посещение родительских дней и так далее, они все отменяются, такие мероприятия. Выездные мероприятия в город, музеи, кинотеатры и так далее, они тоже отменяются. Поэтому там должен быть такой коллектив, который вот 21 день будет единым, как говорят, микроклимат должен быть один. Не должно быть извне проникновения там заездов, выездов и так далее. Ну и поясним, что все эти меры принимаются, конечно же, для сохранения здоровья, прежде всего, наших детей. Да, конечно, это прежде всего преследует безопасность детей, сохранение здоровья детей, чтобы они к моменту окончания сметы могли здоровыми, оздоровленными вернуться. Ну, конечно, наши лагеря, они подготовили очень интересные программы, поэтому я думаю, что детям будет интересно. Тем более они сейчас очень ждут этого момента, встречи с друзьями. Уже с мая месяца в управлении образования постоянно родители спрашивают, когда же мы начнем. Ну, говорят, что в прошлом году мы, дети были лишены тоже отдыха, и в этом году. Ну, хотя бы так мы будем. Ну, планируем за лето три смены охватить вот в наших пяти лагерях 1200 детей. 1200 детей. По сравнению с прошлым годом? В прошлом году, значит, у нас полностью было дистанционно. То есть работали у нас 12 школ, которые, значит, открыли свои пришкольные, ну, дистанционные площадки по программам дополнительного образования. А также наши четыре муниципальные учреждения дополнительного образования. В общей сложности мы в прошлом году программами доп. образования охватили более 14 тысяч детей. Это вот какой титанический труд и для педагогов, ну, и для детей, родителей, конечно. У нас есть разные категории детей. Дети, находящиеся в трудной жизненной, социально опасном положении, которые не имеют возможности, ну, каких-то технических возможностей выйти. В прошлом году управлением образования было и администрацией города выкуплено 525 планшетов, которые мы использовали и для летнего отдыха. Они были переданы школам для передачи детям нуждающейся категории. Вот в этом году мы тоже вот эту практику будем возобновлять. В прошлом году за все три сезона дистанционного занятости управление образованием обеспечило нуждающимся детям и бесплатный трафик. Вот интернет через мегафон у нас был договор. В этом году мы тоже это планируем возобновить, потому что наша задача охватить больше детей, в том числе, в первую очередь, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. И мы сейчас говорим об организации летнего отдыха наших детей. Скажите, пожалуйста, а вот какой будет средняя стоимость путевки? Я думаю, что вот этот вопрос волнует многих наших телезрителей и радиослушателей. Так, ну, путевки будут, поскольку уменьшается количество путевок, количество детей в лагере, да, то есть все расходы, они распределяются на имеющиеся путевки, которые мы планируем продавать, реализовывать для родителей. Естественно, они немножко будут дороговаты по сравнению с 2019 годом. Ну, примерно, я могу, ну, точное у нас еще неизвестно, мы должны вот сегодня-завтра уже уточнить. Примерная цифра, чтобы можно было ориентироваться. От 25 до 40 тысяч рублей будет стоить 21 день в лагере, в загородном лагере. То есть это зависит от условий и от программы лагеря, которую предлагают родителям. Ну, мы слышали, что у нас в Якутии несколько организаций будет подключено к системе кэшбэк, то есть родители смогут вернуть половину стоимости путевок, да, в лагеря. Вот каким образом это можно будет сделать, сколько лагерей, сколько организаций у нас сегодня подключено к этой системе кэшбэк? Так, ну, как вы знаете, в этом году по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Ростуризм проводит программу поддержки доступных поездок в детские лагеря загородные, именно загородные, которые продолжительность 21 день, круглосуточные. Значит, все желающие родители по этой программе могут выбрать и приобрести путевки в лагеря и вернуть до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч. Сегодня, вот, насколько я знаю, по республике Саха-Якутия зарегистрированы и сейчас, в данное время, идут еще организационные моменты по включению в кэшбэк наших лагерей. Это 13 лагерей республики по городу Якутска. Это наши 5 лагерей загородных, каких я назвал, да, Бинго, Спутник, Родничок, Каландрашвили, Радуга. И, кроме этого, подведомственные лагеря Министерства образования Кискель, Сосновый Бор, Энергетик, Связист и Виктория, лагерь Виктория, Министерство социального защиты. То есть, вот список этих организаций можно будет где увидеть, где подчеркнуть дополнительную информацию нашим родителям? Список этих лагерей, значит, родители могут увидеть на сайте Мир Путешествий РФ. Значит, там есть раздел Детские лагеря, и вот они заходят в этот раздел Детские лагеря и выбирают, ну, по региону, где они хотят выбрать, значит, лагерь. Потом, значит, через эту систему, они, условия там такое, что родители должны оплачивать именно по системе, платежной системе Мир, имея карту Мир, значит, и должно быть это только через карту. То есть, на личный расчет он не участвует, не участвует, да. А если в семье несколько детей, то как здесь можно будет вернуть деньги? Если в семье несколько детей, значит, они могут вернуть все поездки. Например, если один ребенок за лето три раза поедет в различные лагеря, то родители имеют право три раза вернуть до 50% стоимости путевки. Ну, вот видите, как здорово. Это очень хороший подарок. Это очень хороший подарок, да. Да, и мы говорим об этом как раз-таки 1 июня, в Международный день защиты детей. Дорогие друзья, впереди вас ждет рекламная пауза. Ну, что же, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об организации летнего отдыха детей, а также о конкурсах, которые прошли накануне этого праздника. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о наших детях, об организации летнего отдыха вне каникул, а также о конкурсах, которые были проведены в канун Международного дня защиты детей в столице нашей республики. Напоминаем, что наша программа уходит в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну, что же, и наши следующие собеседники – это специалист Центра культурно-массовых проектов управления культурой и духовного развития окружной администрации города Якутска Пелагея Накетевна Левина. Здравствуйте. Доброе утро. А также в нашей студии находится один из победителей конкурса. Пожалуйста, представься, как тебя зовут, откуда ты? Доброе утро. Меня зовут Корнилов Кирилл. Я ученик первой школы. Хорошо закончил шестой класс. Поздравляем тебя. И являешься у нас победителем какого конкурса? Твой трек, как это вроде было. Ага, хорошо. Ну что же, Пелагея Накетевна, мы знаем, что накануне Международного дня защиты детей и окружная администрация, управление культурой, в частности, объявила ряд конкурсов, да, специально посвященных этому дню. Давайте расскажем о них более подробно. И начнем, наверное, с танцевального, да, конкурса. Он назывался «Будь в тренде» вместе с ТикТок. Какими были вообще условия состязания? Что показал конкурс? Насколько наши ребята активны? Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну, во-первых, хочу поздравить всех детишек с этим праздником, с Международным днем защиты детей. И, к сожалению, у нас этот праздник, замечательный праздник, проводится второй год уже онлайн, 1 июня. И окружная администрация второй год проводит три разных онлайн-конкурса. Первый конкурс – это «Будь в тренде» танцевальный конкурс, проходилось в ТикТок-канале. Второй конкурс – вокальный «Твой трек», где детишки пели. И третий конкурс по лего-конструированию «Лего той». Если в прошлом году участвовало где-то от семи и более улусов с разных приняло участие, то в этом году от 18 улусов более 200 участников приняло участие в разных конкурсах. То есть, получается, что конкурс объявила вроде бы окружная администрация города Иркутска. Но самое главное, что приняли участие ребята со всей республики. Это говорит о чем? О том, что активность все-таки, и люди смотрят ваш инстаграм. Все проводилось онлайн на нашей инстаграм-странице «Управление культуры». Можете зайти, ознакомиться. И с 24 по 30 мая мы собирали заявки участников. И там же в это время проводилось онлайн-голосование за лайки. 31 вчера буквально члены жюри уже выявили победителей. И мы сегодня озвучиваем имена победителей, выставим в инстаграме и подарки отправим нашим победителям по адресам. Ну давайте немножко расскажем о каждом конкурсе. Начнем с танцевального. Сколько было претендентов. Кто вообще оценивал работу ребят? Какие были критерии? Что нужно было суметь показать и так далее? Этот конкурс очень популярный, потому что все дети на данное время очень любят тик-ток. Они должны под определенную нашу музыку станцевать за 60 секунд. Показать все свои умения, оригинальность, пластичность. И члены жюри должны обсудить и указать победителей. Так, были членами жюри Томская Туяра Терентьевна. Это тренер-деятель искусств, основатель студии танца Level Up. Чемпионка многочисленных конкурсов. Скрябин Валентин Станиславович, директор школы танца Dance Generation и Дягилева Вера Григорьевна, руководитель клубных формирований ОЦНТ. Но хотелось бы отметить, что на танцевальном конкурсе победили почти что улусники. Первое место заняла Никулина Мила, она из Момского района, село Чумпо. Второе место заняла Ушницкая Милана, сусалданского улуса. Вместе с всей семьей потанцевали очень хороший танец. И третье место заняла Яковлева Камелия Нюрбинский улус. Поэтому мы подарки сегодня вручим родственникам, и они отправят уже в деревню. Что было самое главное в этом конкурсе? Что нужно было продемонстрировать? Своё умение танцевать, либо оригинальную подачу, может быть, яркие какие-то выразительные средства? Во-первых, хотелось бы отметить, что наши конкурсы все бесплатные. Все бесплатные, а призы очень крутые, очень хорошие. За первое место на каждой категории мы подарили электросамокат. Это самое популярное за это лето. Второе – гироскутер. Мечта многих детей. Мечта многих детей. За второе место подарили гироскутер. И третье место – экшн-видеокамера. Все дети любят сейчас делать селфи, все блогеры, поэтому участников было очень много на бесплатном конкурсе. Но если это танцевальный конкурс, то, конечно, пластичность и оригинальность всё равно приветствуются. Поэтому члены жюри обсудили весь день вчера и сегодня выявили победителей. Я тоже посмотрела выступления некоторых ребят, и действительно было очень оригинально. И что самое главное, они ведь задействовали в этом танцевальном конкурсе самые разные возрасты. То есть от самых маленьких до с малого возраста буквально двухлетние дети уже принимали участие в семейных таких-то мирах. И следующий конкурс, о котором мы расскажем, это лего-конструирование. Кстати, я поразилась очень большому количеству участников. Да, участников очень много и очень похвально, что обычно, если лего говорят, то мальчики как будто поучаствуют. А тут девочек в этом году очень много. Они из лего делают там и замки, и куклы, и домики, и всё что угодно. И в этом году участников этого конкурса очень много. Членами жюри были Харитонова Евгения Николаевна, старший педагог дополнительного образования в детский подростковый центр. Педагог студии IT-технологии и робототехники. Матвеев Мирослан Васильевич, педагог дополнительного образования в центре технического творчества. Программист с элементами робототехники. И Егорова Анна Сергеевна, директор клуба «Рабник». Вот члены жюри, они вчера посмотрели, слушали, как дети рассказывают. Они делают, кто-то машинки делают, кто-то технику какую-то делают из лего конструкции. И они не только вот их работы смотрят, а как защищают, как рассказывают, тоже вот это имеет очень многое значение. И самое главное, это ведь коллективный труд. Ребёнок создал, да, ребёнок рассказывает об этом. Кроме того, родители же ещё помогают ему, они снимают, помогают провести презентацию. Меня вот поразило, что даже были разработки, мне кажется, научные, что ли. Да, один. Дети показывали, да, защищали прямо проекты, как на научных конференциях. Да. Третье место, которое мальчик Гилев Даниил сделал машинку с электро, со спутниковой инструкцией, что-то там со спутником он ловит связь. И через эту связь его машинка едет. Не просто так, а через IT-технологии. Ну вот видите, как здорово. Хотелось бы сразу всё равно поблагодарить родителей. Благодаря вот родителям принимает участие очень много детей. Это они советуют, делают видеоролики, снимают. Поэтому родителям спасибо большое и детишкам мои поздравления. Ну и третий конкурс, который провело управление культурой. У нас называется вокальный конкурс «Твой трек». Сегодня у нас победитель этого конкурса Корнилов Кирилл. Победитель. Первое место занял с города Якутска. Второе место занял Максим, тоже с города Якутска. Третье место заняла Тыльченко Елена, тоже с города Якутска. Кроме этого, у нас во всех номинациях были приз зрительских симпатий за лайки. Кто много лайки поставил, тому и приз. И были поощрительные призы от магазина «Акула». Хотелось бы поблагодарить наших спонсоров. Они тоже представили нашим ребятишкам подарки. Ага, ну давайте теперь слово предоставим нашему победителю. Немножко расскажи о себе, в какой школе ты учишься, где ты научился петь, кто твои педагоги. Я учусь в первой школе, закончил шестой класс. Закончил хорошо, это мы уже слышали. Да. Кто тебя учит петь? Давно ли ты поёшь? Петь начал с детского сада. Ага. И потом, когда вырос, в втором классе поступил в студию Екатерина и Алексея Егорова. Ага. Станцер Дексирян. Я там уже пятый год. И можно сказать, что пение, оно стало частью твоей жизни. Ты часто выступаешь? Ну, да. До коронавируса было там в конкурсах. Ага. Ну и сейчас там дистанционно конкурс отправляем в видео. Ага. Ну что же, действительно здорово. Какие песни ты исполняешь? Какой у тебя репертуар? У меня есть «Туман Болбот» от Павла Семёнова. Есть «Скотин» тоже Павел Семёнов, Аиларом Арчелан, Виталий Ачиров. Ну, от Виталия Ачирова. Ага. И там много. Ага, хорошо. Ну, мы тебя сегодня как победителя попросим исполнить свою песню, да? Ну и кроме того, ты поздравишь, наверное, всех детей. И я думаю, их родителей с Международным Днём за счет и детей. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. И предоставляем слово нашему певцу. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok